Так, сначала презентацию, потом демонстрацию экрана. Нет, сначала демонстрация, ну как хотите, главная демонстрация экрана. Так, ну в начале немного... Немножко хочется сказать по этому вопросу, по вопросу поясных наборов немножко вкратце. То, что, допустим, поясные наборы из мордовских могильников более ранних эпох, то есть 7 века, 8 века, 10 веков, они уже как бы в науке изучались, ну так, скользь, скажем так. То поясные наборы более поздних эпох, скажем, уже 11, 12, 13 веков, 14, они, если публиковались, то не анализировались. То есть ни хронология, ни исторический контекст, когда могли быть получены. И вот в своем исследовании мы как бы взяли как пример подобного хронологического изучения это поясные наборы, которые в целом впервые были опубликованы. Вот как раз вы упоминали публикацию Горюновой 1948 года в археологическом сборнике. Вот. И именно в ней была впервые опубликована поясной набор из погребения номер 18-19, который включал в себя не только поясной набор, но и сопутствующий инвентарь. То есть там предметы вооружения, там боевой топор, наконечники стрел. Вот. Ну и как бы по первой публикации мы предложили именовать эти поясные наборы «Сарлейский вариант» или просто «Сарлейские пояса». Вот. Хотя первая находка подобных поясов, опубликованная как бы упоминавшейся в научной литературе, она была сделана на Гагинском могильнике, который изучался в 1894 году. Ну, значит, под руководством Снежневского, вот. Там подобные поясные наборы были обнаружены в двух погребениях. Это погребения номер 9 и 16. Ну, значит, следующий источник, который у нас как бы появляется в фронологическом порядке, это работа Мартьянова, всем известного Арзамасского исследователя и этнографа. Вот. Он обнаружил подобный поясной набор в могилике «Заречная-2» в погребении 12, в сезоне раскопок 91-го года. Вот. Опубликовал в 92-м году в одном из саранских сборников и гуманитарных наук. Вот. Но погребение из Заречного, оно как бы там в 94-м, 96-м годах там еще велись раскопки. Их результаты были опубликованы в 2000-м году и в 2004-м. Вот. Это погребение номер 130 и 131. И как бы общий характер заречнинских комплексов, он, в общем-то, он не разрозненный. То есть там не целостный погребальный комплекс, а встречаются вещи в засыпке и так далее. То есть как бы с исторической точки зрения анализировать довольно сложно. Вот. Дальше, значит, 2000... В 2000-м году, как вы упоминали уже, Аникин публиковал поясной набор из Сарлейского курганного... Из курганной части Сарлейского могильника. Вот. Из погребения номер 12, раскопок Рогачева, 1988-го года. Вот. Вообще этот курган, конечно, очень ценно. Жалко, что он фактически плохо документирован. Вот. То есть там погребение женщины парной вместе с мужчиной, погребение коня, погребение собаки, вещи из этого комплекса. Как бы только... Аникин только опубликовал поясной набор. Больше как бы сведений об остальных вещах только как бы описательное. Вот. Потом, значит, в 2008-м году была опубликована книга, посвященная раскопкам Латынина в 1935-м году на Барбашинском могильнике. Вот. Конечно, публикация довольно-таки, как сказать, выборочная. То есть далеко не все найденные вещи были опубликованы в этом издании. Вот. К сожалению. Потому что вообще в целом, если так характеризовать, все погребальные комплексы с этими поясами, они практически опубликованы отрывочно, кроме Артьянова. Вот. Многих вещей, рисунков мы просто встречаем. Есть какие-то описания, аналогии, но, к сожалению, даже вот, допустим, в статье Горюновой в сборнике 1948-го года есть представлены застежки подковы видные или кольцевые. А, скажем, в издании 1959-го года, уже посвященную Гагенскому могильнику, есть только указания, что они были. А какие застежки, к сожалению, не указаны вообще. Вот. Ну и в целом, если посмотреть, вот как бы на следующем слайде я вот представил, источниковую базу, да. Вот Евгений Валентинович предоставил нам, любезно предоставил информацию по своим разведкам еще 1917-го года, вот, где поясной набор был обнаружен в раскопе черных копателей. Вот, как бы в целом, такая вот источниковая база. Значит, ну, теперь непосредственно перейдем, как бы, к самим поясным наборам, как бы, как, где они распространены. Вот, в общем, районы их распространения пока только обрисовываются таким образом. Это Барбашинский могильник на территории города Самары. Это Гагинский могильник, соответственно, фактически на территории села Гагина в Нижегородской области. Это могильник Заречный, могильник Сарлейский и Старосельский. Вот, ну, из Старосельского могильника, к сожалению, из разрушенного, в общем-то, комплекса. Поэтому в основном мы рассматриваем, как бы, анализируя сам материал, найден в погребениях из остальных памятников. Так, значит, ну, и перейдем непосредственно к облику этих поясов. Которые состоят, как бы, каков их состав, внешний вид и так далее. Почему, как бы, объединяя их в единую группу. Первый пояс из найденных, как раз, в погребениях 18-19 Сарлейского могильника. Вот. Второй пояс – это раскопки Рогачева 88-го года, того же Сарлейского могильника, погребения 12. Значит, третий пояс – это погребение номер 9 Гагинского могильника. Четвертый – погребение номер 16, того же могильника. Пятый – могильник Заречная 2, погребение номер 12, шестое – это раскопки Мартиянова как раз. Вот все это, три пояса – это вот шестой. Тот же могильник Заречная 2, погребение 150. Значит, ну, на следующем слайде представлены, как бы, дополнительные и дополнительные информации – это остальные поясные наборы. Могильник Заречная 2, погребение 131, Барбашинский могильник, раскопка А, Платынина 35-го года, погребение 10. Значит, вот в интернете нам удалось обнаружить фотографии поясного набора, который опубликован на сайте «Достояния планеты» Краеведческого. Значит, по всем признакам он, видимо, находится в фондах Самарского Краеведческого музея Миналабина, но, как бы, информации из какого комплекса мы пока не имеем. Вот. Ну, и находка на старосельских могильниках, это вот 10. К сожалению, не знаю, для каких целей черные копатели вырвали остальные прикладки. Вот. Как бы, фонд представлен фрагментами. Значит, и вот, как бы, касаясь конструкции поясов, отметим, что у них очень интересная конструкция с той точки зрения, что в предшествующей эпоху, которая, как нам видится, это рубеж 13-14 веков, она не встречалась. То есть, например, вот на рисунке первым представлена бляшка, накладка то ли с колчанного набора, то ли с поясного набора, из погребения Кургана-2, могильника-то смола, датированного монетами, значит, 1200, а, 1310-20-х годов. Вот. В общем, по этой теме в дальнейшем будет публикация. Как бы, я не буду заострять здесь внимание на этом, на погребениях, на комплексах рубежа 13-14 веков, золотардынских и древнемордовских. Вот. Отметим, что, значит, в это время накладки так же тесненные, как во всей золотардынской ремесленной традиции, то есть они чеканные, с чеканным орнаментом. И здесь, причем, на этой стадии присутствуют накладки, на которых вообще нет орнамента. Вот. Скажем, пряжка, которые, пряжки поясных наборов с орлейского типа, с орлейского варианта, да, они находят аналогию в могильнике «Олень-колодець», как бы, довольно известного в науке, в погребении номер один Кургана-7. И, значит, там был обнаружен поясной набор из серебра с позолотой, очень красивый, тщательно выделанный. Где также применена метод чеканки с заполнением, что очень важно отметить, технология изготовления была следующей, то есть чеканилась сначала накладка, внутри нее оказывается дерево, то есть она чеканилась прямо на деревянной подкладке, скорее всего, с ней же она и монтировалась на поясной набор. Вот. Значит, вот в могильнике «Олень-колодець» в этом погребении как раз подобное представлено. Ну, там автор раскопок Ефимов упоминает, что органика встречалась внутри накладок, то есть вполне возможно, что и дерево или кожа, вот. Сближает с поясным набором из «Олень-колодець» и пряжка, то есть у нее такая же вот рамка, составная рамка. Если на пряжках более ранней эпохи пряжки были либо цельнолитые, либо круглые, то здесь вот пластинчатые. Вот. Плюс еще, значит, сближает с орлейскими памятниками, с орлейскими поясами, вот накладка на колчан из погребения номер один Белореченского могильника раскопок Веселовского 1997 года. Значит, форма этой накладки и накладок блях на поясной набор из погребения 12 с орлейского могильника. Ну, как бы, в общем и целом... А, значит, и вот еще стоит упомянуть о находке поясного набора из Раздольного, опубликованной Гореликом, вот, где бляха, значит, имеет орнамент такой же, как и с орлейской бляха, то есть дракон. Вот. Там, значит, в с орлейском комплексе еще дракон представлен на поясном наконечнике. Значит, ну, Горелик датирует поясной набор из Раздольного, в общем-то, первой половины XIV века. Вот. Значит, и перейдем теперь уже, значит, к датирующим аналогиям. Вот форма бляшки, допустим, бляшек пальметы видных, которые представлены на поясах с орлейского варианта, имеет близкую аналогию по форме на накладке сумки из Откарского могильника и еще раскопок Корзютова. Значит, 20-х годов. Вот. В Кургане-1, в погребении-1, там была обнаружена сумка, на которой накладка, значит, в форме той же пальметы. Причем сумка в этом погребении была обнаружена и монета. 1341-57 годов Ханна Джанибека. Вот. То есть, как бы, это уже дает основание предположить, что примерно этим временем датируются и поясные наборы с орлейского варианта. Значит, ну, вот недавно буквально нами была получена статья, касаемая могильника Ушла-Дмухайловка с Украины. Здесь вот представлена, как бы, сумка с такой же, с очень похожей накладкой, и то погребение датируется, значит, монетами 1360-70-х годов. То есть, человек жил примерно в середине 14 века. Вот. Ну, на городе Сиждамирово найдена подобная накладка еще, значит, раскопками Никольской в Калужской области. Значит. И теперь перейдем, как бы, здесь я немножко хотел остановиться на вопросе хронологии, то есть, когда жили эти люди. В общем-то, данная работа является частью моей работы вообще общей по хронологии мордовской культуры, и целью, первой целью это является выявление датирующих предметов по различным источникам. В первую очередь, естественно, ордынский, золотоордынская эпоха, она очень ценна тем, что в погребениях этого времени встречаются монеты не как в предыдущее время, то есть запаздывающие на 20, 50, 100 лет, вот. А в данном случае встречаются монеты, которые люди использовали непосредственно в торговле, которые чеканились как бы на местах, в общем, в золотоордынском государстве. Вот. Поэтому они обладают очень хорошей датирующей ценностью. И, значит, мы как-то сравнивали новгородские датированные предметы с золотоордынскими по монетам, и датировки их совпадают практически в десятилетии. И вот, переходя к хронологии, стоит отметить, что данный период очень плохо, в общем-то, датирован, потому что фактически выделяется только на большом промежутке времени. То есть в работе 2008 года коллективной монографии по хронологии древности западного Поволжья этот период упоминается как и у Федорова Давыдова в 65-м году и в его работах последующих, просто как вторая половина 13-го века и 14-й век, то есть фактически 150 лет. Вот. Ну, как я уже упоминал, при наличии очень хорошего датирующего материала, как бы, в общем-то, работа здесь имеет смысл и вполне результативна. Вот. И вот на данном слайде мы как бы представили топоры. Почему только топоры и не все вещи из этих комплексов? Просто потому, что здесь мы рассмотрели в своей работе только датируемые вещи, на которых можно найти аналогии из датированных комплексов. Вот. Значит, и как бы вот перейдем сейчас непосредственно к вещам из этих погребений и их аналогии. Значит, в трех комплексах с орлейскими поясами встречаются топоры вот первого типа. Это, скажем, называются они часто топоры с шипом, оборотки, с выемкой. Вот. Вот. Представлены они в погребении 18-19 орлейского могильника, раскопа Горюновой. Значит, погребение номер 9 Гагенского могильника, раскопка Снежневского по публикации Алиховой. Вот. Вот. И, собственно, как можно датировать эти топоры? Значит, первый датируемый топор по монетам имеется в погребении номер 420. Он как бы наиболее ранний Гагенского могильника. Вот. Публикации Вихляевой и Пронина. Значит, там топор еще не имеет такого шипа. Он... У него несколько другие щековицы. Они более подквадратные, не такие сглаженные. Значит, близкий аналог топорам из с орлейских комплексов, с комплексом с орлейскими поясами, мы видим в погребении номер 13 первого Старобадикского могильника, значит, опубликован Беляевым, датированного монетами 1317-30-х годов. То есть, значит, следующие датированные вещи, они датируются уже рубежом 14-15 веков. Это топоры из погребений 143 и 159, мордовско-паркинского могильника с монетами Хана Тахтамыша и, значит, Хана... Забыл. В общем, 1400-х годов. А, Хана Пулада. Да. Вот. Значит, на них такой же шип, такие же щековицы, значит, такая же выемка. Вот. То есть, у нас как бы датируемые предметы размещаются. Один предмет рубежа 13-14 веков, другой предмет рубежа 14-15 веков. И предмет более сдвинутый в 14 век, это вот как раз погребение 13 Старобадиковского могильника, где мы уже видим подтреугольные именно щековицы. То есть, в целом, мы можем сказать, что подобные топоры, скорее всего, появились в первых десятилетиях 14 века. И их получили мужчины, которые жили уже в 14 веке. Значит, еще встречен подобный топор другого типа. Скажем, по новгородской хронологии и терминологии с симметричным лезвием. Ну, как бы фотографии его довольно расплывчатые. В принципе, рассматриваются щековицы и форма лезвия. И аналогия, значит, обнаружена в погребении номер 10 с орлейским поясом Барбашинского могильника раскопка Латынина 1935 года. Значит, он имеет аналогию в том же Барбашинском могильнике, только раскопок Сташенкова 2012 года. Погребение номер 7. Значит, и датированный топор подобный имеется среди материалов культурного слоя бландустского торецкого поселения, опубликованного в Алиулиной в 2018 году. Торецкое поселение, оно датирует концом 14-го, первой половины 15-го века. Поэтому как бы датировка торецкого топора именно такая, то есть конец 14-го века. Следующая часть инвентаря, категория инвентаря из погребений с орлейскими поясами – это кресала. Здесь вот как бы такую небольшую ремарку, скажем, то, что у меня уже фактически есть сотая таблица, которую я сам составил, и так далее, разменторю из золотардынских погребений с монетами. И здесь я вот рассматриваю некоторые категории, не категории, а, скажем, а виды кресал, уже датированные монетами из своей таблицы. И вот в погребении 18-19 с орлейского могильника обнаружен кресал, околочевидный кресал, который имеет аналогии, близкие аналогии по форме. В погребении 1 Кургана-13 могильника Харьковка опубликованы Горустовичем и другими авторами. Оно датировано монетами 30-40-х годов, то есть, в принципе, дает понять, что это кресало появилось в первой половине 14 века у этого человека. Второй датированный кристаллоподобный был найден в могильнике Заумурья в Саратовской области, расположенного рядом с городом Увек в Золотардынске. В Кургане-7 погребение номер 2 с монетой 1348-49 годов. Ну и двулезвийное кресало. Значит, вот кресало двулезвийное обнаружено в погребении номер 10 Арбашинского могильника, раскопа А, латынина 35-го года. И оно находит аналогии в мордовских комплексах, датированных монетами. Тот же Сташенков опубликовал, значит, кресало из гребения номер 5 Кузькинского могильника, датированного хорошо сохранившейся монетой 1332-1333 годов. Значит, здесь мы можем сравнить как бы с кресалом, опубликованным Вихляевым и Пронинным по материалам раскопок Кельгиненского могильника из погребения номер 420, датированной монетой 1323-1325 годов. Как бы фактически получается, что кресало из Барбашинского комплекса, оно представляет собой некий средний вариант между сплюснутым, заостренным кресалом из Кузькинского могильника и кресало под прямыми углами из Кельгиненского могильника. Следующая категория, значит, следующий кресало, это кресало, обнаруженное в погребении номер 131 могильника Заречная-2 в Маркьяновом. Оно находит аналогию на Донбассе, в могильнике Шахтерск в Кургане номер 8 и в погребении номер 8 этого Кургана. Тоже датированная монета Ихана Узбека 33-12-41 годов. То есть все эти кресала, в принципе, они дают понять, что хронологическая ниша этих комплексов, она находится где-то в первой половине XIV века, возможно, в середине XIV века. Следующая категория инвентаря – это пряжки, которые представлены в целом виде только в погребении номер 10 Барбашинского могильника Роскопа Кулатынина 35-го года. Значит, здесь удлиненная пряжка, она имеет удлиненная овальная пряжка, она имеет аналогию в могильнике Северная-2, в Кургане-1, опубликованном Ларинком, значит, который в общем целом принадлежит группе, как бы я сейчас не буду об этом, в общем-то, заострять внимание, группе того же рубежа XIII-XIV веков, что и это смола-4. Значит, пряжка полуовальная, со скругленными углами, она имеет четкую аналогию, в принципе, даже по форме, в могильнике Виновка, из Кургана номер 3, по публикации Шалабудова, где датированы монетами 1313-1660-х годов, то есть фактически человек жил, ну, первой половине XIV века, немного заходя, может быть, на 20 лет во второй половине XIV века. Следующая категория инвентаря, значит, это стремена. Стремена представлены из погребений с арлейскими поясами, представлены только пока в одном опубликованном комплексе, к сожалению, стремян, которые были в комплексе из Сарлейского кургана, мы пока не знаем их внешний вид. И вот из могильника Заречной, раскопок Мартьянова, есть два стремени, которые, в принципе, хорошо датируются, особенно, мы назвали его лукавином, так как в типологии Федорова Давыдова 1965-го года, подобные как бы стремени вообще нету в типологии. Ну и первое стремя из погребения номер 12, кстати, конское там погребение, значит, первое стремя, оно датируется по могильнику Северной, находит как бы очень близкую аналогию, тот же Северный могильник, тот же Курган, что и на предшествующем как бы слайде по пряжкам пробежа 13-14 веков. Вот. А второе стремя очень хорошо датировано по находке подобных стремян в погребении номер один, могильника на обнаруженном черте города Саратова, опубликованного в журнале Советской археологии в 83-м году Дремовым. Вот. Оно датировано монетами 1359-65-го годов, то есть вполне четкая датировка подобных стремян. Вот. Значит, следующая категория инвентаря это украшения из женских комплексов, так как как бы я не буду останавливаться на погребальном обряде, в общем, многие, упомянем только, что некоторые погребения с сарарейскими поясами, они парные, где похоронена не только мужчина, но и его жена или родственница. В общем, вот. В некоторых погребениях и мужских представлены застежки, которые обычно имеются в женских. Вот. здесь как бы мы проанализировали форму именно лопастных застежек Штургаму по обнаруженным и по описанным в литературе и представили как бы предшествующую группу. как я уже поминал, по этой группе будет как бы своя работа проделана, опубликована в последующем рубеже 13-14 веков. И вот мы здесь представили как бы сравнительную иллюстрацию размеров лопастей кольца или дрота, как вот предполагает Вихляев и значит авторы вот публикации 2008 года по хронологии древности. Вот. Здесь мы сопоставили и как бы стало очевидно, что группа рубежа 13-14 веков, она от нее как бы есть признаки только в погребении 13. парном с 12-м с Орлейского Курганова макинюлика. Значит, лопастные застежки более поздние, они имеют формулу лопастей и кольца не как в предшествующее время один к одному, один к полутора или один к двум, а уже один к двум, один к трем даже. То есть очень широкие лопасти, длинные широкие лопасти. Значит, следующий вид застежек это застежки подкововидные и, как еще их называют, кольцевые. Здесь тоже на этой группе стало очевидно, что хорошим датирующим признаком является наличие насечек на концах подобных застежек. то есть допустим, в погребениях в погребении 12, где обнаружены подобные застежки в могильнике заречной 2, в конце этих застежек не арноментированы, они гладкие и не выступают фактически за сам дрот. Находят они аналогии даже в ордынских комплексах. Упомянем здесь погребение номер 1, Кургана 7, могильника зубовка распоряженного рядом с царевским городищем, а вот обнаруженные с монетами 1336-147 года пожилого мужчины. Вот, то есть вполне она датируется придежно уже и середины 14 века. А вот застежки с насечкой на этих концах, они датируются в принципе при сопоставлении с датированными комплексами. Скажем, Грибов опубликовал в журнале археология Владимира Суздольской земли статью, посвященную раскопкам на Курмышском поселении номер 4, который он в общем датировал второй половины 14-го началом 15-го века. Там обнаружена такая же застежка с насечкой на концах. И стоит упомянуть о том, что в комплексах бежа 13-го 14-го века подобных застежек практически не встречается. То есть они явно более поздние. Следующий инвентарь, который представлен в погребениях с орлейскими поясами, это браслеты. Здесь мы также указали как аналогии браслетов, так и предшествующие варианты, чтобы было ясно немножко по эволюции этих украшений. Браслет из проволоки с накладками на концах подобные браслеты не встречаются на рубеже 13-го веков. Евгений Валентинович предоставил нам любезную информацию по погребению номер 18-19 Старосельского могильника. Аналогии подобному браслету обнаружены там. Подобный браслет обнаружен в погребении 18-19 с орлейского могильника, опубликован на Горюновой еще. Стоит здесь упомянуть еще такой датирующий предмет, как браслет подобный же из витой браслет с перевитью из тонкой проволоки из Васильевского клада, обнаруженного на Украине в 20-е годы, опубликован строковой, который вообще по анонимизматическому материалу датируется 1370-ми годами, то есть эпохой гражданской войны в Золотой Орде, Великой Замятни. В принципе, пластинчатый браслет из погребения 18-19 с Орлеевского могильника, он также находит аналогии в том же Васильевском кладе. То есть эта вещь дает возможность сдвинуть хронологию этих вещей уже в середину 14-го века. Ну и следующая категория инвентаря это персни. персни опубликованы довольно слабо, скажем, есть только два опубликованных персня из погребения с орлейскими поясами. Это персень из погребения номер 9 Барбашинского могильника из женского погребения. Значит, оно довольно интересное, не встречалось пока нам ранее в ордынских комплексах. Вот, имеет аналогию по шинке и вообще технологии изготовления в том же Барбашинском могильнике в раскопе Б, погребении номер 10, раскопок латыни 1935-го года. Вот, вот по этому персню, как бы, я недавно только уточнил информацию, в принципе, вполне возможно, что он был изготовлен русскими мастерами, подобные персни с подобной печаткой, с ромбом в центре, они встречаются в Новгороде. в слоях, в общем-то, и 14-го века в том числе. Значит, перстень витой с паянными концами был обнаружен в погребении номер 16 Гагинского могильника, именно с Орлейским поясом. Вот, по новгородским материалам подобные перстни датируются, в общем-то, в 12-м середине 14-го века. То есть опять датировка середины 14-го века, первая половина 14-го века. Значит, и здесь мы представили сравнительный материал, который будет в дальнейшем публиковаться. Это перстни из комплексов рубежа 13-го и 14-го веков. Вот, здесь представлен перстень из погребения номер 32 старосотинского могильника, который, материалы которого были опубликованы в том же 1948-м году. Значит, оно датировано монетами 1310-х 20-х годов. Ну и синхронный ему, как нам видится, по орнаменту, по технике, по технологии, это перстни уже из кельгиненского могильника, из погребения номера 290. И здесь как бы уже немножко нужно подвести некоторый итог датировки комплексов по датируемому инвентарю. И вот на данном слайде представлен график датирующих вещей, обнаруженных в погребениях с орлейскими поясами. Здесь мы специально как бы упоминали и комплексы более ранние, чтобы было понятно, как происходит эволюция этих вещей и то, что они не принадлежат предыдущей группе. Значит, потом, значит, здесь представлены все вещи, вещи, которые мы анализировали ранее. Вот, ну, надеюсь, в публикации это будет более наглядно. Значит, на следующем слайде мы как бы представили данные. Вот, как бы, кому могли относиться эти поясные наборы? Вот, в общем, в литературе очень много мнений по этому поводу, иногда даже диаметрально противоположных, то есть поясные наборы носили все, кто угодно, то есть любой человек мог купить на рынке, вот, или поясные наборы носили только знатные люди, вот, ну, в общем и целом мы разделяем точку зрения, что поясные наборы, как и в Западной Европе, как в Византии, как в Персии носили знатные люди, но не все, то есть они их получали либо путем подарка, либо как награду за определенные достижения или участие в тех или иных мероприятиях, вот, и здесь вот мы представили на этом слайде как бы, чтобы определить примерно, если это знатные люди из Мордвы, да, то каково место этих знатных людей в общей системе структуры Золотой Орды и их аналогии из русской иерархиевской лестницы, значит, ну, хан, по нашему мнению, это соответствует великий князь, эмир, это князь, допустим, эмир Тимур Тамерлан, он, в общем-то, стал эмиром, являясь бекляр-беком, стал эмиром только благодаря женитьбе на Чингиситке, вот, бекляр-бек, фактически, это глава всех бояр государства, вот, в общем-то, это соответствует боярину, княжему боярину, то есть, человеку из окружения уже правителя государства, который является главой боярства вообще, в общем, совет бояр возглавляет, вот, ну, в общем, бекляр-бек, это в целом, как я понимаю, все-таки выборная роль, то есть, из среды беков, бек, значит, это боярин, по русской терминологии, то есть, человек, владеющий вотчинами и идущий в бой, как бы, на свои собственные средства, вот, в общем, упоминалось, как бы, неоднократно, и, значит, и владение беков вот, среди мордвы, то есть, князья, мордовские князья, в принципе, мы предполагаем, что бек как раз, в принципе, соответствует мордовскому князю по своему значению, хотя по именно родовым параметрам это, конечно, князь, вот, как вот, как бы, в древнерусской традиции, вот, следующая категория, это мурза, который, ну, упоминается в документах 16-го и 17-го веков, кто такой мурза, мурза, по ордынской терминологии, это эмир заде, княжий сын, вот, в общем-то, эта терминология переходит и в русскую, терминологию 16-го, 17-го веков, где мы видим среди категорий армии, русской армии, такие, такое понятие, как боярский сын, вот, соответственно, мы предполагаем, что эти поясные наборы принадлежали мордовским мурзам и князьям, значит, и вот теперь мы перейдем к, как бы, причинам, которые мы, как бы, предполагаем, причины, в котором они получили эти поясные наборы и в какой период, значит, мы предполагаем, что, вот, судя по хронологии вещей, которые обнаружены в этих комплексах, мы предполагаем, что эти люди получили вещи, то есть, получили поясные наборы в результате похода на Смоленск, который пытался, скажем так, отложиться от Золотой Орды в конце 1330-х годов, вот, и вот здесь немножко стоит упомянуть о самом Смоленском походе, который вот у нас в литературе трактуется очень так разнообразно, в общем-то, то есть, некоторые авторы считают, что русские княжества в это время являлись самостоятельными и просто платили дань, как платили дань, допустим, Византия, скажем, аварскому Каганату. Мы же придерживаемся той точки зрения, что, так как русские княжества были до этого завоеваны, значит, великий князь русских княжеств назначался фактически как наместник хана на территории русских земель. Соответственно, все эти княжества наши русские, они входили в состав Золотой Орды, но как данники, а не как непосредственная территория. Соответственно, Смоленск, который пытался не платить дань, пытался сыграть на противоречиях с самой Золотой Орды, на противоречиях между государствами, то есть с Литвой, фактически спровоцировал поход против себя, причем именно город, то есть источник упоминается, что сам Смоленская земля как бы участвовала в походе против Смоленска, то есть такой вот парадокс. Значит, в этом походе участвовали татарские войска, которые возглавлял Таглубий, как раз вот бег из иерархической категории Золотой Орды, и значит в него входили русские дружины из многих княжеств, в том числе и войска Ивана Калиты из Московского княжества, там же упоминаются мордовские воины, но здесь стоит упомянуть такой момент, что в письменных источниках подробных сведений по этому походу мы практически не наблюдаем. Есть единственный источник, который четко говорит об участниках этого похода, о его контексте, о результатах, это Никоновская летопись, кстати, которая исследователями Аззака Золотардынского, в частности Масловским, считается наиболее достоверной по XIV веку, с чем я с ним абсолютно согласен. И мы считаем, что судя по археологическому материалу и совпадению событий 1339-40 года с археологическим материалом мы предполагаем, что эти поясные наборы появились в Мордовских Мурс и князей в результате их участия в походе на Смоленск как награда за это участие. Вот. Ну, собственно, все. Вот пока так. В общем, тезисы эти как бы я не считаю истинной в последней инстанции. То есть я сам постоянно стараюсь обновлять эту информацию, рассматривать другие какие-то вещи, находки и так далее. Поэтому в общем-то тема открыта и вполне возможно вносить коррективы в эти все вопросы. в общем-то